Всем привет! Меня зовут Александра Головина, я художник и преподаватель школы Doodle&Sketch и рада видеть вас всех сегодня. Сегодня мы с вами собрались, так сказать, в преддверии курса, который будет буквально на следующей неделе, чтобы порисовать. Давайте начнём. Сейчас я всё настрою. Отлично, видно, слышно. Сегодня у нас достаточно пасмурно, поэтому только искусственный свет нас спасёт. Вот так. Я рисую различными материалами, пастель, акварель, масло, маркеры, но сегодня у нас речь пойдёт об акварели. И курс, о котором я уже говорила, он будет посвящён теме выразительных средств в акварельной живописи. Вы узнаете о различных цветовых сочетаниях, о том, что такое родственные и контрастные цвета и как их использовать у себя в работе для усиления того или иного настроения. И сегодня мы с вами вот порисуем такую картинку в контрастных тонах, в контрастных цветах. В Перми тоже дождь, но я тоже с Урала, Свердловской области. И у нас целый день дождь. Ну вот, такая картинка у нас будет сегодня. Сначала расскажу, что нам понадобится. Листочек бумажки. У меня это хлопок 100% арш. Но он достаточно тоненькая бумага, поэтому её будет так очень сильно коробить. Если у вас есть что-нибудь, 300 грамм, например, то будет отлично. Если есть планшет, то тоже можно взять. Если нет, то я раньше до того, как он у меня появился, использовала просто стол. На столе делала всё то же самое. Кисточки. Кисточки обычный флейц. Для того, чтобы смучить бумагу, можно взять любую широкую кисть. Кисточка среднего размера, белочка, для проработки фона. И для деталей какой-нибудь тоненький колонок или даже можно взять плоскую кисть. Из акварели нам понадобятся тёплые зелёные оттенки. Я возьму зелёную из белых ночей. Можно использовать кадми, жёлтый будет. Если у меня есть такая красивая травяная зелёная, сабгрин от Ван Гога. Если у вас есть, то тоже можно взять очень красивый цвет. И холодные красные оттенки подойдёт. Кармин, карплаг, рубиновые тоже подойдут. Хорошо. Ну и простой карандашик, резиночка. Сегодня мы с вами рисуем контрастную работу. Что такое контрастные цвета, в принципе? Это те, которые в цветовом круге располагаются друг против друга. И у них есть такая особенность, что когда они рядом, они усиливают очень сильно друг друга. То есть, например, зелёный будет гораздо ярче, насыщеннее и глубже рядом с красным. И наоборот. И сегодня мы вот как раз нарисуем такую яркую красивую картинку. Можем уже начинать. Нас уже много. Готовы начать? Кто-нибудь будет сегодня рисовать со мной? Я сейчас закреплю немного бумагу, потому что она у меня из рулона и такая вся. Это буквально для того, чтобы сделать карандашный набросок. Я сейчас закреплюсь. Сегодня мы будем ориентироваться на эту картинку, но, в принципе, цветы можно расположить как-нибудь по-другому, как если у вас сегодня желание сделать наоборот с этой стороны главный цветок, то, пожалуйста. Делаем такой простой набросок. Здесь у нас будет располагаться серединка цветочка. Вот таким, так сказать, кругляшочком мы обозначим границы, где у нас будут лепестки. Так же сделаем здесь. И вот сюда, в третий. Серединка будет, ну вот этот сам кругляшочек будет немного смещён, и вот центр. Видно? Да, видно. Карандашный набросок. И сейчас прорисуем сами лепесточки. Просто заполняем вот эту форму шарика, кругляшка, которого мы наметили. И здесь так же. Ну вот так примерно мы сделали набросок. Все вот эти веточки, которые без лепестков, я их даже не буду прорисовывать карандашом. Просто сделаем потом свободной кистью. Обычно я ещё потом убираю лишний грифель стирательной резинкой для того, чтобы чуть-чуть ослабить карандаш, чтобы потом он у нас не был сильно виден, когда мы сделаем работу акварелью и не отвлекал нас. Можно взять клячку, как у меня, или обычную резинку. То есть я не стираю полностью рисунок, его видно. Но он уже не будет потом вылезать из-под акварели. Так, ну, теперь приступаем к работе цветом. Я уберу скотч, он нам не нужен. Красиво рисуешь, спасибо. Фокус. Для начала мы с вами смачиваем обидный лист. Как мы вообще, в принципе, работаем? По-сырому мы делаем вот этот фон. Красивый такой, нежный. И потом, когда лист просохнет, мы проработаем все центральные части и детали. Поэтому для начала смачиваем лист. У нас есть флейц. Кстати, для работы нам еще очень пригодятся салфетки бумажные. Это всегда важная штука при рисовании акварели. Чтобы промакивать кисть, если не знаете. Так, смачиваем бумагу. Сначала смачиваем ее с обратной стороны. Смачиваем хорошо, чтобы не осталось сухих мест. Аккуратно так положим на планшет. Она сейчас буквально прилипнет сюда. И теперь лицевую часть. Эфир, да, должен быть сохранен. Я это очень постараюсь сделать. Поэтому можете зайти позже. Если вы сейчас не успеваете. Смочили прям хорошо. Посмотрели на свет под углом. У меня отовсюду лампочки. Смотрите, чтобы не было прям луж, где будет краска плавать. Чтобы лист был смочен равномерно. И весь. Полностью. Теперь возьмем кисточку. Вот эту. Среднего размера. И начиная от самой дали. Самых дальних. Светлых вот этих. Моментов. Работаем сейчас светло-зеленым. Потом переходим к низу. Более насыщенным тоном работаем. То есть сейчас намешаем. Можем взять. Как мне поудобнее. Чтобы вам видно было. Видно, да? Yes. Ну, я не умею говорить на других языках. Простите. I don't speak English. Возьмем зеленую. И подмешаем туда теплых оттеночков. Желтого. Побольше желтого. И прям смелыми движениями такими. Вот. Стараемся пока обойти красные цветы. Еще у меня, знаете, есть такой красивый цвет недавно. Ну, как, кстати, относительно недавно вышел у Невской палитры. Называется травяная зеленая. Если у вас есть, можете ей воспользоваться. Видите, более яркая. И... Ой, она не травяная зеленая. Майская зеленая. И вот травяная зеленая. О, от Ван Гога тоже красивый цвет. Оставляем. Сейчас аккуратно растечется вокруг цветка. Можно сделать вот так. Мы еще так сделаем, когда бумага будет более сухая. Я делаю такое движение, как будто бы трава у нас такая возносится в небо. И теперь уже побольше зеленый цвет, погуще. Берите поменьше воды, побольше цвета. И добавляем вот эти темные пятна. Сейчас это все красиво растечется. Не переживайте. Не будут такие сильные полосы. Где-то можно оставить зеленый посветлее. И чем хорошо то, что мы использовали сейчас планшет, если вы его использовали. Можно, конечно, попробовать поотрывать лист от стола, но можно вот делать такие наклоны, да, эти краски растечься. Вот видите, как сразу становится интересно. Акварель имеет такую особенность, что она при высыхании становится светлее, причем, ну, так значительно. Поэтому мы можем взять еще более густой краски и не жалеть ее, потому что потом это все равно все высветлится и будет чуть более бледное. Я беру опять светлый и зеленый. Работаем только пока у нас бумага мокрая. Но так как мы ее намочили с двух сторон, она должна быть достаточно долго влажной. Но как только она начинает подсыхать, сразу мы останавливаемся. Да, в основном это у меня невская палитра. Вот, ну, по крайней мере... А, ну, я говорила уже, что вот от Ван Гога вот это травяная зеленая. А зеленая обычная, это невская палитра. Еще раз растечься немножко. Я вот соберу вот эту каплю внизу салфеткой, потому что при высыхании она может дать такой не очень красивый эффект. Вода поплывет обратно вверх и будут такие разводы. И сейчас мы еще с вами сделаем, пока у нас влажно, сильно мокро, вот эти цветы, которые находятся на дальнем плане, которые не в фокусе, просто такими яркими пятнами. Всем привет! Да, кто присоединяется, присоединяйтесь, высвивайте. Это у меня кармин розовый, такой красивый цвет. Чуть-чуть так. И карплаг, тоже такой красный. Холодный. В чем у нас особенность работы? Помимо того, что здесь цветовой контраст, зеленый и красный, здесь еще есть и контраст по тепло-холодности, потому что мы выбрали теплый зеленый и холодный, холодный красный. И тем самым еще больше усиливаем контраст в работе. Делаем ее еще более яркой из-за этого. Где-то на светлых местах, где у нас осталось, ну, более-менее светлые, мы делаем такую капельку. Здесь, например. И вот здесь. Можно здесь, не больше. Сейчас они растекутся, сделая нам цветы. Сейчас мы чуть-чуть подождем, пока бумага чуть-чуть должна подсохнуть, чтобы мы еще немного поработали по... не совсем по сырой бумаге, а чуть более сухой, а потом высушим ее полностью. Так, я посмотрю, пока есть кинчи-вопросы, которые я не увидела. Я увидела все. Я очень рада, что все успели, кто хотел успеть. Доставайте бумагу, начинаем рисовать. О, отлично! Кто-то рисует со мной. Это прекрасно. Бумага... Это Arsh Fin. Финн... 185 миллиграмм. И она из рулона. Поэтому не очень мне нравится на такой тонкой бумаге рисовать. Возьмите что-нибудь поплотнее. Эфир должен быть сохранен. Я очень постараюсь это сделать. Кисточка у меня Рублев. Это восьмой номер с таким хорошим креплением. Белочка с тонким кончиком. Вот она. Видно? Ну, в принципе, тут любая кисть подойдет. Примерно такого размера. На целлюлозе 300 грамм. Отлично, мне кажется. Должно все хорошо получиться. У вас, по крайней мере, она должна быть более ровная. По тому, как она высохнет, у меня она должна быть такая вот. Сейчас волной пойдет. Вот видите, когда постепенно, когда бумага начинает высыхать, краска очень сильно растекается. И мы видим, что где-то пропадают пятна. И можно где-то усилить это дело. Возьмем еще зеленого по гуси и вот здесь добавим. В смысле, как определить, когда рисовать дальний план? Мы буквально с дальнего плана начали рисовать ведь? Или вы имеете в виду передний? Нет. Мы же смочили лезть и сразу перешли к дальнему плану. Правильно? Или я не поняла вопрос? Возьмем. сухой кисточкой размажу немного. Давайте, чтобы немного ускорить процесс, я возьму сейчас фен. Все запаслись феном. Что без фена? Мы будем ждать до завтрашнего утра, пока это все высохнет. Когда ваша бумага... Вы имеете в виду, когда мы будем прорисовывать не совсем вот эти пятна, а чуть более четкие вещи. Ну вот сейчас, смотрите, вы видите, что бумага вообще влажная, это видно на свет. И когда она чуть-чуть станет более сухая, это тоже будет заметно. она наверху уже такая становится, там меньше влаги. Ну, чисто на свет нужно смотреть. Ну, и опытным путем это к вам придет. Я сейчас возьму немного фен. Немного... Немного сушу феном. Немного фена. Я смотрю на свет, чтобы было меньше воды на бумаге. В принципе, если вы нарисуете что-то, ну, какую-то вот травиночку, а оно у вас сильно растечется, ничего же страшного в этом не будет. Вы поймете, что нужно подождать еще и подождете еще. То есть вот таким опытным путем можно... У меня, в принципе, да, так бывает. Я начну такая... Ага, не досохла. Значит, еще чуть-чуть попозже. Я взяла кисточку потоньше и хочу, да, проработать какие-то детали такие вот более тонкие травинки. Они, да, будут растекаться какие-то сильнее, какие-то... Там, где бумага более сырая, они будут превращаться вот в эти лужицы. Там, где нет, там нет. Прямо вот свободным движением или химией такими. И можно взять еще светлый брызгать. Сейчас мы будем брызгать и уже будут... Они не так сильно растекаться, эти брызги. Они будут более четкими. Поэтому я делаю... В течение работы несколько раз брызгаю и когда сухо уже совсем тоже можно их добавить. Они будут более контрастными и добавлять таких деталек интересных. Чуть повыше лист передвиньте. Вот так? Вот так? Нормально? Я чем-то закрываю, что-то? отлично, слава богу. Можно, если хотите, где-то добавить брызги просто воды, чтобы появились такие белые разводы. А, комментарии, точно. Точно, это я не подумала. Вот так вот хорошо. Белые разводы, если хотите, можете куда-нибудь добавить, так вот брызгнув водой. Ну, я их не очень люблю, но, в принципе, они могут добавить эффект таких, как будто здесь какие-то одуванчики, например. Видно, да, эффект? Цвет нормальный или сильно? Вот сейчас я предлагаю высушить работу и перейти уже к проработке по-сухому. Успеваете? Сушить придется, ну, достаточно долго, где-то, не знаю, минут пять, наверное, потому что работа влажная со всех сторон. Сейчас, если что, протрутус. Их. Их. Прилипло. Все, достаем фен и начинаем шуметь. Все, тот, кто, я сушу теплым воздухом так быстрее если холодным то будет очень долго я ну я всегда сушу спокойно я проверяю влажность бумаги вот так вот рукой но очень слегка прикасаемся потому что можно оставить пятна м м м м м м м м м Теперь смотрите, вот так вот делаем работу. Она уже вот с этой стороны практически сухая, мы ее откладываем. Вот это вот надо мне протереть, чтобы не было влаги. Я положила ее прям лицом вниз, работу. И сейчас вот эту влажность нам тоже нужно высушить. Это обратная сторона. Вот так вот. 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 Ну вот она высохла практически полностью. Можно внизу еще немножко подсушить. Вот ее настало не совсем ровно. Еще чуть-чуть терпения, пожалуйста. Все. Все наверно выспались пока я осушила, да? Да. Ну что нам остается? Нам остается проработать центр нашей композиции. Наши цветочки и травинки. Возьмем кисточки потоньше. Если у кого-то есть плоская, можно ей поработать. Сейчас обеими поработаю. И такие же цвета. Карпла, кармин, рубиновая. Вот какие есть у вас. Можно их использовать все, плавно делая переходы из одного в другой цвет. Начинаем с самого плавного цветочка. Прямо уже работаем по сухому. Делаем такую растяжку. Здесь уже видите. Просто чистая водой, отжата кисточкой. Делаем посветлее. А здесь еще больше усилим цвет, чтобы придать объем лепестку. и так же делаем с остальными. Разбавляем цвет. Такой край у него ажурный. Просто промываю кисточку, отжимаю ее в салфетку, лишнюю воду. И делаю такой градиент. Сейчас посмотрю. Вопросов нет, да? Все понятно? Это замечательно. Тоже самое можно сделать плоской кисточкой. небольшого размера. И может быть даже кому-то будет удобней. Так. 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 только когда рисуете желательно рисовать в ту сторону которая у вас идет рука ну так же как мы пишем чтобы случайно не вляпаться я вот не совсем правильно начала ну или просто подождать пока просохнет или просушить феном и работать дальше палитра моя это я ее сама собиралась есть разные производители разные цвета я собирала из тех что чем я чаще всего пользуюсь из еще подбирала по светостойкости чтобы у всех были хорошие характеристики на этот счет то есть это да у меня сборная солянка такая но в ней больше всего несколько палитры из красок по количеству несколько палитра у меня побеждает как минимум потому что в моем регионе я купить проще всего и последний и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо большое за то, что вам нравится. Кто-то уснул, да? Ну, простите. Кто рисует, тот как бы не спит. Так, и сейчас мы сделаем такие детальки. Возьмем еще чуть ярче. Можно добавить что-то из темных, может быть. Если у вас есть... Чуть-чуть сажи газовой, если есть. Или какого-нибудь коричневого. Чтобы утемнить. Если это черное от Невской палитры, лучше не берите. Лучше просто возьмите понасыщеннее вот тот цвет, которым вы рисовали. И сейчас сделаем такие прожилки на лепестках. Продолжение следует... И чистой кисточкой вот так, как сводим на нет. Кисти сухой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Получаются такие лепестки уже более живые. Кажется, как будто мы немного против света смотрим на них. Что? В принципе, так и есть. И вот я как самый умный человек оставила себе цветок с правой стороны напоследок. Это же гениально. Чтобы размазать все, что до этого рисовала. Сейчас я просто посушу их. Очень быстро. Одну секунду. И последний. И последний. Продолжение следует... Продолжение следует... лепестки мы закончили цветочки почти появились сейчас нам осталось совсем немного берем зеленую и делаем стебли и эту сердцевинку и вот так вот сделал как бы край шарик и также отжатой чистой кисточкой делаю вот так тем самым у нас получается такой объемный шарик и можно добавить таких штучек можно протереть вот так здесь тоже маленькие листики и лепесточки какого называть и берем зеленый пустой сейчас смелым движением будем делать стебелечки это делается прямо так вот так цветы у нас готовы осталось украсить это дело еще травинками также смело это делаем вот такими же движениями можно крутить лист как вам удобно я разрешаю сейчас я переверну еще сделал парочку и где-то на них можно сделать такие бутончики от которые будут будущем цвести на краешках на кончиках травинок или наоборот которые уже отцвели спасибо большое за комплименты очень приятно я их добавляю все просто вот как как душе мое угодно в таком порядке просто задавая вот эту вот направлении травы общий характер то про чего говорим про что я говорила до этого можно добавить еще брызг именно в самом конце можно и красных можно и зеленых они будут такие приятные мне глазу мелочи делать так набираем цвет и немножко главное не переборщить вовремя остановиться так у меня опять работают где-то вот и опять все забыла побольше воды вот в принципе все мы с вами закончили если вам достаточно кажется визуально что все уже работа закончилась и никакую нигде травинку больше не хочется нарисовать потому что остановиться вовремя это тоже очень важно то все мы закончили и наша контрастная картинка яркая сочная летняя получилась да в такой дождливый день действительно мы используем с вами цветовой контраст зеленый и красный используем с вами контраст тепло-холодности то есть теплый зеленый и холодный красный и также еще такой контраст фактур то есть у нас мягкий расплывчатый дальний план и четкий яркий передний план нашей главной герои работы вот так у нас с вами получилось и я думаю что мы на этом закончим о других цветовых сочетаниях более подробно мы будем разговаривать на курсе я старалась честно сделать его интересным и полезным мы будем там писать совершенно разные сюжеты и использовать разные техники этот курс мне кажется очень особенно подойдет для тех кто только начинает рисовать акварелью в частности вот большое вам спасибо за то что были сегодня со мной между прочим у меня сегодня был дебют это мой вообще первый эфир прямой в котором когда я рисовала вообще первый прямой эфир мне было очень приятно со всеми порисовать вместе спасибо до свидания пока 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 пока